шалом одна из притч царя соломона гласит лучший незаметный человек имеющий рабов чем тщеславный лишенный куска хлеба специфика притч очень сложная много переводов но чтобы войти в суд надо знать язык имеется ввиду человек который с одной стороны незаметники такой знаете не везде о нем кричат не везде его пиарят но у него много денег в данном случае рабы по тем временам это показывает том что у человека есть деньги имущество так называемое но есть человек тщеславный который любит много славы когда его пиарят и так далее и такой человек это не говорит о том что у него много денег он даже может быть иногда лишенный куска хлеба это одно понятие есть второе пример как человек себя ведет на работе он пришел на новую работу хорошо оплачиваемую и не всегда его уважают я не говорю унижают но не всегда его уважают никогда не всегда ему дают должное уважение и почет которому он может быть когда-то привык или которая ему положено по рангу бывает такое с другой стороны есть человек который не может без этого но вот если его не будет уважать как там написано тщеславный но на иврите написано слово мидкабет мидкабет человек который любит кого-то если ему не дают кого-то не дают уважения этот человек готов потерять деньги ценой того что его не примут на работу или выгонят оттуда если его не уважают все исходя из этого комментария царь соломон придерживается первого мнения человек который не важны в своих глазах человек который не ищет уважения какого-то там чрезмерного чтобы его почитали ему он он понимает что он должен в семью принести хлеб насущный или хозяин компании которые заключают какую-то сделку и напротив него стоят люди от которых зависит эта сделка эти люди начинают показывать себя насколько они великие насколько они важны а он такой маленький человечек и здесь в данном случае тоже играет вот этот вот пример или он ищет себе кого-то ищет себе уважение внимание и почет если не дай бог его не так назвали он готов разорвать все уйти и все и он останется без этой сделки потому что когда речь идет о таких вот амбициях о проявлениях эмоций мудрый мудрый человек который здесь проявить свою скромность в данном случае лучше быть незаметным лучше пойти на какой-то компромисс со своей собственной гордыней потому что поверьте мне человек который ищет почет и уважение это не всегда позитивное побуждение часто может перейти в гордыню которая может тебе мешать всю жизнь вот про такого человека пишет соломон тот кто ищет вот это вот вот это уважение чрезмерное может быть лишен куска хлеба не дай бог не дай бог уже тогда три тысячи лет тому назад великий соломон проникся углубился психологии человеческого характера как она воспринимается миром и как какой путь ему выбрать дай бог чтобы мы выбирали всегда правильные пути и пользовались наставлением мудрецов шалом шалом и